В Твери отметили 78-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Памятное мероприятие прошло утром во вторник, 2 февраля, у обелиска победы. На нем присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя, первые лица города, а также представители общественности и ветераны. Собравшиеся почтили память погибших в кровопролитных сражениях минутой молчания и возложили к обелиску победы цветы. Подробности в материале съемочной группы нашего телеканала. Для 91-летней уроженки Херсона Труда Андреева и Сталинградская битва – один из важнейших эпизодов ее семьи. Супруг Труды Павловны ушел на фронт в 16-летнем возрасте. Буквально со школьной скамьи попал в самое пекло Великой Отечественной, оказавшейся среди участников боев за Сталинград. Фотографию своего героя женщина хранит до сих пор, как и его награды. Одна из них – медаль за оборону Сталинграда. Весь народ был настроен победить, не допустить немцев пройти через Волгу. И поэтому, я говорю, даже вот 16-летние шли, воевали, чтобы немцев не пропустили через Волгу. Это война. Время было именно за страну. Именно надо страну не то, что спасать, а надо удержать страну. И подобных историй в нашей стране тысячи. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и стала одним из самых ожесточенных и кровопролитных сражений в истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь воевавших сторон. Только по официальным данным, советской страны было убито или ранено свыше одного миллиона человек. Огромны были и потери среди гражданского населения. Одержать победу и нанести врагу стратегическое поражение удалось ценой неимоверных усилий. Об этом говорят и участники тех страшных событий. Один из них – Арсений Михайлович Сухопаров. Во время Сталинградской битвы он служил радистом, выполнял самые сложные и ответственные задания. В день 78-й годовщины победы в Сталинградской битве Арсений Сухопаров в числе первых возложил цветы к обелиску победы. Вместе с ним это сделал и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Как подчеркнул глава региона, победа в том сражении навсегда останется в истории как символ храбрости и безграничного мужества нашего народа. Есть еще один город на реке Волга. Это город Ржев, который на протяжении многих месяцев самые застаченные были бои с июля по декабрь 1942 года на территории Ржевско-Вяземской операции, на территории нашей Тверской области. Это была очень большая битва, которая не позволила отвлечь силы и перебросить их под Сталинград. И здесь было очень много отдано для подготовки победы в Сталинградской битве. Отметим, что памятные мероприятия, посвященные годовщине победы в битве за Сталинград, будут продолжаться в муниципалитетах Тверской области еще три недели. 3 февраля в Краеведческом музее Краснохомского муниципального округа будет открыта книжная выставка «Станет славой веков Сталинград». 5 февраля эти мероприятия пройдут в средней школе номер два. В Западно-Двинском муниципальном округе 19 февраля будет организован видеолекторий страницы истории дома Павлова в Сталинграде.